всем привет мои дорогие друзья это новый влог и я безумно рада вас в нем приветствовать начинается все действия из москвы потому что я буквально пару часов назад прилетела сюда для того чтобы провести несколько важных встреч а также завтра у меня будет съемка в проекте о котором я вам конечно же чуть позже расскажу скажу сразу что это очень классный бренд и безумно приятно что такие бренды тебя выбирают для того чтобы ты принимал участие подобных интеграциях и поэтому я с нетерпением жду завтрашнего дня а также жду еще нашей поездки в питер потому что послезавтра мы отсюда с мужем уезжаем в питер для того чтобы провести буквально три-четыре дня ничего не делая просто гуляя и будем заходить в классные наши любимые заведения и вкусно есть потому что у мужа будет день рождения мы решили отметить его как раз таки в петербурге в общем надеюсь что вам получится интересным насыщенным как обычно и конечно же если вы еще не подписаны мой канал обязательно прямо сейчас подпишитесь потому что здесь всегда очень много интересного красивого и я надеюсь полезного в общем погнали в москве прекрасная погода собственно знаете это тот момент когда везде наконец-то наступило лето потому что в прошлый раз когда я сюда приезжала здесь было намного прохладнее чем например у меня в екатеринбурге а сейчас я из плюс 30 буквально в те же плюс 30 прилетела единственное что у меня конечно же вызывается мнение как обычно санкт-петербург потому что частенечко знаете он меня подводил я думаю не только меня вот но я постаралась как можно грамотно собрать свой гардероб на эти дни чтобы комфортно ощущать себя в плюс 30 и плюс 15 если что сейчас бегу навстречу в заведение которое называется луна я вам уже показывала это заведение в прошлый раз когда мы ели устрица с девочками итак друзья не успела вам показать к сожалению встречу потому что не было возможности камеру это было немножко ловко но сегодня вечером как всегда в нужный момент камерой много комментариев тема того что любят я думаю вот пожалуйста я люблю лена короче что мы здесь делаем давай расскажем нашим зрителям устрицы это уже традиционная рубрика вы понимаете друзья в общем сейчас мы будем пробовать устрицы в магадане я она говорит что здесь самые самые вкусные мясистые поэтому сейчас будет обзор да можно отдельное видео делать на эту тему я думаю да и будет хейтом много ну это знаете guilty pleasure нет не guilty pleasure это просто pleasure в общем пробуем ждем а пока за встречу итак у нас так первое первое блюдо тартар ну как бы порция яна сказала уменьшается с каждым ее приходом чесночный хлеб ты будешь сегодня целоваться а ну дать тебе есть кем мне в принципе тоже обзор окончен ну что собственно вот эти устрицы из магадана ответственное лицо а че а где свет а че мы фоткаем устрицы как будто мы их никогда не ели ты вот опять меня снимаешь у меня вот так это опять будут вот так глаза какие в прошлый раз это камера такая понимаешь наше дело осталось за малым я тоже хочу вот так снять давай вот эту штуку мы возьмем вот туда поставим второй на ты понимаешь на уровень подготовки ну что традиционная рубрика мы и устрицы берем одну правда так поддеваем ну реально посмотрите друзья какая она здесь красивая мясистая объемная а какой здесь хлебушек доброе утро мои дорогие друзья у нас уже новый день вчера у меня было здесь не так много свободного времени для того чтобы снимать чуть больше сюда во влог но вечер прошел очень насыщенно везде знаете бегала пешком потому что погода на улице прекрасная хочется как можно больше запомнить найти теплое лето и москву честно я люблю именно вот в теплое время года когда светит солнце когда приятная погода когда красивое небо потому что зачастую когда приезжаю сюда зимой либо поздней такой осенью я вижу тут вот грязь вроде как бы и снега нет но при этом все вокруг серое небо мне кажется и мне время погода здесь опускается очень низко и солнце опять-таки на урале мне кажется зимой намного больше поэтому когда приезжаю сюда зимой я хочу побыстрее уехать и вернуться обратно в Екатеринбург но летом мне здесь очень нравится поэтому как раз таки хочется знаете меньше ездить на такси так скажем в общем сегодня у меня день съемки я сейчас готовлюсь умылась столько что уложила волосы сходила позавтракала и сейчас буду учить сценарий на самом деле там нет ничего сложного но я человек очень ответственный всегда знаете стараюсь перестраховаться никого не подвести мне хочется чтобы меня команда вообще не ждала чтобы мы все записали с первого дубля в принципе зачастую так оно и происходит и надеюсь что тоже сегодня все пройдет легко и быстро до этого я сейчас поеду время который находится на преснецкой набережной в общем москве сити потому что у меня будет тоже встреча и после сразу на съемку а вечером у нас сегодня запланирован ужин в любимом заведении в одном из любимых заведений в москве это блонди там будет сегодня какой-то вечер кто спешил ужин на 100 пригласили поэтому я думаю что тоже туда поснимают покажу вам немножко как мы проводим время собственно вот у меня с собой две косметички которые я вам хотела показать что я взяла с собой на самом деле не знаю зачем я взял столько косметики потому что сегодня мне нужно приехать на площадку без макияжа и просто сухими чистыми волосами потому что мне там все сделают но потом как я уже говорила мы едем в питер там у нас будет четыре дня и знаете когда в отпуске я люблю минимум макияжа большие косметики скорее всего взяла для того чтобы если мне будет возможность что-то поснимать снять какие-нибудь трилсы какие-нибудь мейки лайфхаки вот потому что в поездках у меня всегда просыпается больше вдохновения когда я дома в рабочем процессе в годовой такой рутине я честно не то чтобы всегда нахожу время но и это тоже его мало но не всегда нахожу какое-то вдохновение а в поездках мне всегда больше вот поэтому надеюсь что буду что-нибудь снимать и плюс сейчас мы еще активно готовимся к моему новому проекту который у нас начнется в конце июля это будет проект про конечно же мои самые любимые фирменные техники в мейке когда нужно быстро просто но максимум результата это будет проекта где будет мой косметолог мы разберем систему базового ухода что зачем и почему ответим на такие важные вопросы как что нужно использовать летом для более сияющего красивого лица для более здоровой такой кожи и самое классное что в этот раз я наконец-таки решилась это наверное да действительно очень важно потому что я долгое время сопротивлялась и как-то боялась наверно говорить на эту тему знаете на формате какого-то проекта эта тема питания эта тема тренировок эта тема баланса всего этого как не сойти с ума как не жить в страхе от съеденной крошки потому что я через это прошла спустя сколько два с половиной три возможно же года уже я не поправилась обратно как многие мои хитеры мне писали говорили что посмотрим что будет чтобы через полгода как говорится наживешь все обратно вот и поэтому я пригласила что самое главное специалиста тренера нутрициолога спортивного которому я доверяю и с чьим мои взгляды полностью совпадают анжела очень классная легкая и безумно интересно слушать и всегда когда мы с ней встречаемся просто поболтать мы знаете вот разойтись не можем потому что у нас действительно очень много точек соприкосновения когда я задумалась в таком проекте и у меня встал вопрос что я хотела бы показать какую-нибудь классную тренировку то что вы знаете я часто этим делюсь в моем стиле но опять-таки я не могу об этом говорить потому что я вот мне тренер я добилась результата сама без каких-либо усилий но мне хотелось бы чтобы девчонкам которые пока что только начинают конечно же все грамотно по полочкам разнил на человек специалист который в этом просто супер-супер профи и как раз таки вот мы с анжелом будем записывать в том числе и классную тренировку в общем вот поэтому я как бы вроде бы в поездке в таком небольшом отпуске но в то же время постоянно связи постоянно в мыслях постоянно в планировании чтобы все получилось мега-мега круто вот высказалась так скажем ладно пойду собираться и беру с собой так небольшая примерка потому что мне перенесли съемку на час я решила что на улице ходить очень жарко просто 30 поэтому я зашла в офимол и зашла в твелсторис еще хотела показать эту юбку который решил примерить она из шелка такая вот с небольшим разрезом на ноге приятная длина мне кажется тут надо надевать какой-то интересный верх чтобы вот эту вот резинку не было видно но в целом на лето конечно интересная история что она легкая но наверно мнущаяся я еще взяла примерить вот такую юбку белую знаете из костюмной льняной ткани сейчас примерю эту юбку и как раз жду к нему к ней точнее белый топ который мне пока ищет так вот показываем как выглядит эта юбка уже на мне мне кажется что она очень красиво классная посадка и такая знаете на лето можно и на прогулку вечером на работу и надеть вот как я даже жилетку это кстати жилетка бренда sorrel очень красиво не только шоколадный оттенок и вот сейчас я бегу в этих тапочках не сказать что конечно дико удобно не ходить но для плюс 30 это идеальный вариант чем подумала мне размер xs в принципе мне нравится как она сидит мне кажется я такую буду часто носить думать так покажу как проходят съемки бакстейдж вот здесь смотрит на меня и на банке которому показывает вот здесь такой красивый вид собственно какого-то высокого этажа не запомнил какого-то же мы немножечко меня ночной москвы спасибо большое коктейл камера идет погнали да красиво чуть-чуть приугнись ах ты уже обратно пожелать да давай еще раз да вот с этой точки начнем дальше ты как бы осматриваешь до пальцами да погнали мне можно сделать вот мне кажется вот чуть пониже но по идее она сюда на да 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 давай посмотрим ну да так посимпатично согласно на контракте когда показала как можно еще понял что было лена что вы закончили я эксперт по всем вопросам я эксперт по всем вопросам ну что стоять на вопросам я я Олег у вас по приколам не было вы думаете приветики вот 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 не так еще раз иду-иду-иду-иду-иду-иду-иду о попозировала а потом появляются руки да руки появляются я начинаю его позировать потом выезжает диплом я его беру ааааа нет да телефон давайте вашу руку запомним друзья только что мы снимали 4 часа 40 минут для того что получился 25 секундный ролик понимаете время сейчас ну это екатеринбуржеская в общем в общем час сорок я никогда так поздно не заканчивала какие-то проекты ну в плане съемок но я безумно счастлива все домой и спать завтра рано вставать какая конечно красота здесь когда эти все огни горят друзья но жить во я здесь точно не смогла и так друзья резкое перемещение в Санкт-Петербург и в мой вот такой жизнерадостный образ мы заселились и уже сейчас выбегаем на обед и ужин потому что хочется уже погрузиться в атмосферу классных питерских заведений и конечно же все с удовольствием буду показывать вам как и мой сегодняшний образ екатеринбуржеский бренд эклата на диалокеды чтобы можно было пройти 1030 шагов все как мы любим на фоне меня голубое небо друзья просто понимаете два часа назад когда мы приехали из солнечной 30 градусной москвы в дождливый серый 18 градусный петербург я немножко расстроилась потому что у нас большие планы на то чтобы много погулять классно провести время в общем отдохнуть но два часа и все наладилось смотрите где мы живем у нас невероятно классные виды и идем есть так друзья мы пришли в ресторан который называется джоли или джоли здесь безумно красивая атмосфера мы пришли сюда в 5 вечера в пятницу народ народу народу пока немного вот но в общем за прекрасный вечер день и дни в париже хотел сказать питерец да посмотрите как здесь красиво и мне нравится что здесь очень много света благодаря вот такому а потолку смотрите мы заказали креветки что это круто из по моему из трунца или сибаса я уже забыла карпаччо из узбекских томатов мы не смогли отсюда еще без десерта потому что когда увидела как он выглядит я подумала нам надо это попробовать у нас сегодня просто цвет видите оранжевый повсюду это лимонный сорбет ой ой короче одной рукой видимо этого не сделаю но выглядит красиво всем привет отмечательные дорогие ну что у нас новый день мы сейчас на завтраке и я без макияжа потому что направляюсь сегодня для макияж очень крутому визажисту обязательно вам все покажу а пока покажу вам наш прекрасный завтрак в месте который я уже показывал в своих влогах когда мы в прошлой году отдыхали так что пить и это называется сирил здесь очень вкусные завтраки я беру здесь авокадо тост прошу заменить тост бриошь на другой хлеб добавляю лосось и здесь безумно классный кофе для ценителей кофе мы очень рекомендуем это место собственно меню здесь тоже интересное много классных позиций сладких сытных я плюсь сегодня white на кокосовом молоке вы знаете на самом деле но сегодня настроение питательнее так друзья в общем я бегу макияж купил цветочки сегодня праздник день семьи любви и верности мне сказали что ромашки это символ этого праздника представляете покрою в общем я не буду друзья долго томить и говорить куда кому я пришла смотрите красота какая любочка привет еще раз и спасибо большое что ты меня позвала тут вообще невероятное пространство посреди как красиво просто можно еще здесь покажу это вот у любой рабочая атмосфера здесь такая а здесь творческая больше короче все мы будем краситься я я специально так заколола волосы чтобы ты понимал что у меня объем подольше сохранился я пыталась сегодня записаться куда-нибудь но все было уже естественно занято так друзья смотрим значит на баночке я вижу вот эту баночку бронзер спасибо большое что ты тогда очень нравится мне текстура я люблю такие продукты которые видно текстуру кожи не так что они его прям на а я скажу честно что у меня референс был сенсай смотрите какой красивый уже голову эффект вот просто нанесли подготовку кожи далее я такая же шикарная женщина сделала просто без мата не сказать них они охарактеризовали какой-то макияж смотрите ты талантище просто не ну посмотрите на эту кожу я пошла снимать релсики переходе не забывайте подписываться на мои другие социальные сети чтобы это тоже видеть слушайте я не ушла от любы без подарков смотрите что она мне подарила после сегодняшней нашей встречи вот такие красивые кремовые румяна вот дайнессы также продукт который называется я мискин буду пробовать пока не понимаю то ли это кушон то ли пудра написано blue bell powder очень интересно рассказала что не обязательно такое понравится так как знает мои предпочтения в макияже а еще вот такой продукт это можете среди визажистов многие о нем знаю такой тинт который можно использовать очень многофункционально в классном оттенке я буду наносить это и на глаза и думаю что и для скул он классно подойдет цвет нюд 12 ну и румяшки кажется сначала как она сказала очень яркими но по факту это будет красиво полупрозрачное такое влажное свечение и я правда люблю ягодные оттенки вы знаете я уже дома переоделась собрала немного волос потому что я в общем купила лак для волос рядом никаких хороших магазинах не было я купила самый обычный в общем в итоге я с ним перестаралась слегка и волосы у меня знаете немного как сопли уже смотрелись поэтому я решила еще собрать плюс ветер в питере это все раздувается и смотрится немножко хаотично и вообще я поняла что мне надо на стрижку срочно потому что волосы уже не лежат как бы красиво они длинные но вот в этой длине вы знаете тот момент когда у это красоты особо нету потому что кончики суховаты и хочется добавить объема хочется добавить какой-то густоты волосам поэтому приеду и думаю что перед отпуском обязательно схожу на стрижку что теперь отправляемся на прогулку сегодня больше через не я провела макияжа семонтировала видео и сейчас наконец-таки можно популярен насладиться городом вы знаете раньше мы тут скакали не знаю по 40 тысяч шагов это скорее всего более размеренный видимо темп жизни точнее не то чтобы более размеренный темп жизни жизнь как раз кипит как говорится и бьет ключом но на отдыхе хочется чуть меньше таких вот именно физических активностей поэтому здесь у меня нет спорта но много ходим это тоже отличное кардио для часто спрашивают про то вот как в отпуске можно расслабиться и без каких-либо мысли о том что ты поправишься от съеденного куска и не знаю пиццы или от пышки актуально для цвета яиц питер то просто нужно очень много действительно ходить любоваться городом и это классическое правило которое всегда работает чем больше активности тем больше вы сжигаете калорий и соответственно ну соответственно если очень очень много ходить то в принципе можно позволять тебе не переживать даже если что-то отложите друзья самое главное нужно понимать что вы знаете то как можно без вреда для здоровья ну в общем ответственно с большой радостью заявляю вам что с погодой нам все-таки повезло несмотря на вот эти вот перепады то ветер то тенечек то солнышко в целом погода классная ноги мне питерцы написали лена на мой сториз где выложила что я взяла одни юбки платья и босоножки что лен в питере есть своя летняя одежда типа летний шарфик и летний свитерок вот и в целом я сейчас еду в жакете честно мне очень жарко потому что солнце прямо стало печь ну и собственно муж тоже негодует почему его новая курска такая тяжелая ее приходится вести в руках в общем а мы сейчас идем в одной из самых на мой взгляд классных ресторанов россии не побоюсь этого слова конечно же я не футблогер не специалист но я считаю себя достаточно разбирающимся человеком человеком в этом вопросе потому что я очень ценю знаете такие смесь когда факторов срабатывает заведение это конечно же вкусная еда атмосфера дизайн качественный сервис для меня это все очень важно что еще важно это когда официанты проявляют вот такой знаете долю не знаю необходимого мне кажется внимание то есть конечно же да во многих заведениях очень хороший сервис но когда к тебе обращаются по имени и запоминают себя как гости это на мой взгляд просто топ и конечно же также я люблю вкусно поесть поэтому сейчас мы идем в астерия битула я уже показывала заведение вам но там есть трюфельная пицца на мой взгляд самая-самая вкусная которую я когда-либо пробовала мне кажется вообще везде даже в италии такой вкусный не было если вы будете обязательно заглядывать в этот ресторан а я вот знаете прямо подхожу к нему мне все больше и больше появляется ощущение голода так как я сегодня провела много времени с любой на мэйке потому что все снимала монтировала если не обедала только завтракала и поэтому сейчас я прямо чувствую что пора вкусно поесть нас встретили по имени помните он говорил что очень важны детали всяких мелочей складывается в общее приятное впечатление вместо хочется вернуться в общем как бы вот так вот эта пицца она маленькая но я на вас итак друзья посмотрите какой у нас сегодня красивый десерт это карта италии во первых очень красивая подача будем пробовать пробовать от юга к северу и классно что десерты маленькие соответственно попробуем конечно же все погнали ну что мы смогли себе отказать от удовольствие чтобы вновь сюда не прийти и наш курс начинается не чипс в это не пропали следующий это будет вот такой салат и дальше тартар из говядины с черным трюфелем так что конечно же здесь очень красивая подача приборы кстати в общем зале мы в этот раз находимся до этого мы всегда были в зале где открытая кухня и тоже все разумно продумано все очень красиво а палочками точно нужно будет полминуты подождать и спустя полминуты сперва выйти так давайте расскажу вам для чего здесь оставляют все бокалы которые вы выпили при заказе дневного сопровождения для того чтобы вспомнить все что вы сегодня попробовали для того чтобы окунуться это воспоминания как говорят официанты из этого заведения вот ну и в принципе мне кажется очень красиво фотогенично в итоге получается когда у вас будет так много бокалов что можно сфотографировать и если вам что-то особенно понравилось чтобы обратиться к вашему сомелье и сохранить тот или и напиток который вам понравился больше всего мы заранее высушили и заводить как чай также для более морского вкуса мы добавили водоросли и водоросли и водоросли они придают бульону более вкусный и салоноватый оттенок рекомендуем вам выпить этот суп как чай либо воспользоваться ложкой и затем завершить сэндвичем субрём в газированном сиропе из арзида ну посмотрите как красиво кстати это одно из моих самых любимых плюс бёртча бокалы все прибавляются так у нас равиоли с тыквой с трёхлем с чёрным пахнет безумно вкусно так ну что пробуем ой как красиво мы с вами добрались до основного блюда нашего сына это восточный пирог с ягнёнком в листьях шпината и с слоёным тестом также к нему мы подаем простой сынок из томатка ну так друзья время для бессерна у нас и кокос дали брау тибишу и последний шоколад помада кстати в прошлом своем блоге из пидера я показывала это такой знаете сорбе это прям очень вкусно и визуально безумно красиво си мочи си муэсми и веби сень фами стейдена привет всем дорогие друзья у нас сегодня день вылета из санкт-петербурга улетаем домой на самом деле безумно уже соскучилась по своей квартире по своему коту по своей кухне по работе по рутине и прямо знаете ждала этого дня несмотря на то что время мы здесь провели конечно же классно мы отметили день рождения моего мужа встретили его юбилей классно провели время отдохнули расслабились переключились так скажем и сейчас я прямо готова большом количестве к работе хотела сказать кстати что пока я в питере я подсела на матчу на кокосовом не знаю с чем это связано но решила немножечко сбавить обороты с кофе потому что пью его правда много ежедневно и лишний раз знаете давление поднимать не хочется разговоры тех кому за 30 вот а вообще сегодня проснулась посмотрела на себе в зеркало и ощутила вот это прекрасное ощущение ощутила ощущение испытала это прекрасное ощущение когда ты смотришь на себе в зеркало без абсолютной капли макияжа и понимаешь что ты доволен тем как выглядит твоя потому что я уже не раз говорила в своих предыдущих видео своих влогах то что с конца мая я столкнулась проблемой акне и находилась так скажем в терапии ежедневно выполняла все рекомендации косметолога использовал определенные препараты и вы знаете вот момент когда ты понимаешь что это как будто бы ничего не помогло от тебя опускаются руки это конечно же выбивает тебя из колеи особенно я повторюсь когда ты привык себя видеть вроде бы с чистой кожей вот в этот момент главное не поддаться этому состоянию угнетение отпустить ситуацию просто дать себе немножечко выдохнуть и расслабиться потому что правда вот я заметила за собой что как только ты себя начинаешь чем-то ограничивать на чем-то акцентировать внимание неважно проблемы с кожей проблем с питанием с лишним весом с тренировками не знаю с ровной стрелкой тем хуже у тебя дается тебе какие-то результаты тем сложнее тебе дойти до той цели который поэтому мои дорогие даже если что-то не складывается что-то не получается ни в коем случае не стоит себя корить отпустить ситуацию доверьте специалистам например я доверила своему врачу и она искала лена продолжаем все то что мы используем продолжаем все в том же направлении в котором с тобой действовали до потребуется много времени но все будет хорошо ну и собственно правда в этих моментах важно немножечко подсбавить обороты и не ждать супер быстрого результата параллельно мы кстати вчера я вообще не заходила в интернет практически не брала телефон в руки решила отдохнуть и мы решили вчерашний день посвятить сможем полностью планирование нашей поездки в отпуск в августе у нас будет большое путешествие и вы знаете вроде бы так кажется что все легко и просто взял забронировал отель тут взял забронировал отель там но пока мы это все искали брони бронировали точнее планировали пока что мы поменяли вообще направление нашей поездки изменили наши все планы и в итоге поняли что довольны тем к чему мы сейчас пришли вот но об этом чуть попозже наверно в отдельных видео а пока беремся за работу и сегодня и в ближайшие все дни буду посвящать себя проекту как раз таки вот это вы знаете красная линия всего этого проекта это про гармонию со собой со своим умом со своим телом потому что результат важен именно от вашего состояния это очень-очень весомо и повторюсь неважно макияж уход или образ жизни это все правда взаимосвязано собственно такая вот мысль которую сегодня словила и решила победить с вами всем хэллоу друзья из любимого дома как я скучала по всему вот этому прекрасному красивому и рыженькому особенно на самом деле вы не представляете слушайте с каждым месяцем мне кажется волсон действительно становится взрослее и что самое-то главное мудрее конечно же сейчас наконец-таки понимает что хозяев нужно встречать так скажем и дарите маску любовь да волсон в общем вчера мы были первый день здесь после питера и у меня была тренировка утром он просто от меня не находил ни на шаг несмотря на то что он дико хотел спать и ему вообще все это было непонятно для чего здесь растерян коврик зачем мы встали в 6 утра с ним и почему когда за окном плюс 30 мы должны что-то делать но он все равно не отходил от меня вчера я задумалась о том что в принципе скоро наверно буду ездить с тобой на мероприятие зайка ладно конечно же шутка подумать что я сумасшедшая кошатница а это так завтра я улетаю в минск поэтому мы с вами скоро будем собирать чемодан и вылетать и в этот прекрасный город я на самом деле обожаю минск мне там всегда безумно нравится там очень добрые люди и я всегда знаете так там заряжаюсь получаю столько приятных эмоций от этих поездок вот поэтому с нетерпением жду но помимо всего у меня огромное количество работы здесь в екатеринбурге то что мы готовимся к проекту я вчера легла в час проснулась в шесть и так вот уже вторую неделю подряд думаю что следующую неделю проведу примерно в таком же режиме из хорошего и классного точнее я бы даже сказала из заряжающего для того что дает мне сила то что мы продолжаем планировать нашу поездку и собственно вчера апогеем всего стало то что мы купили билеты внимание из Еревана в Венецию где перелет составляет практически 5 часов мы купили места повышенной комфортности на первом ряду где знаете больше места для ног оплатили багаж дополнительно и заплатили за это за все я вот чтобы не соврать сейчас вам скажу 194 евро на двоих и вчера когда мы оплатили мой муж сказал наконец-то наконец-то и я смогу рассказывать эту историю о том как я летал по европе или в европу за копейки потому что все наши последние поездки туда естественно билеты с каждым годом становятся все дороже и дороже но в этом году когда я смотрела перелеты туркичами из стамбула например в барселону или из стамбула не знаю в венецию перелеты мне кажется по отношению к прошлому году выросли практически два раза я в шоке вот так что сейчас после того как я приняла душик и сегодня сходила на пробежку кстати должна признаться вам что я сегодня пробежала рекордно минимальную дистанцию для себя потому что что то как то не было вот этого знаете состояния потока в котором нужно присутствовать когда бежишь дистанцию короче пробежала 4 километра и подумала ладно с меня хватит я сегодня мало спала насиловать тоже себя не надо и поняла вот какая я молодец вот я чувствую себя и прислушиваюсь к себе а раньше могла бы загнать себя как кони бежать десяточку если надо такие вот дела ладно пойдемте кто ведь завтрак а еще у меня кстати тут распаковка с вами сегодня будет классная мне пришла сумка новая так что стей тюнт дружочек пирожочек тебя все очень ждали тебя все очень любят видео про вечернюю рутину было очень много вопросов где волсон не всегда конечно хочет принимать участие в съемках и так ну что как выглядит завтрак который я сама себе готовлю дома друзья ничего нового очень захотелось икры знаю что сейчас не сезон но не смогла устоять друзья мы оказались в моей гардеробной все потому что во первых сейчас собираюсь на работу хотела немного показать свой лук к сожалению он полностью не влазит в кадр но на самом деле я хотела с вами распаковать мою новенькую коробочку я заказала себе сумку на самом деле на которую я давно смотрела как обычно если вы смотрите мои влоги то вы помните что очень многие свои покупки которые я совершаю особенно из люк сегмента я к ним достаточно основательно подхожу особенно я вот сейчас смотрю на эту сумку от ботеги и как раз таки год назад когда я была в минске я вам ее показывала в распаковке рассказывала как долго я о ней думала собственно об этой сумке я тоже очень долго думала нужна она мне не нужна с одной стороны она мне казалась очень уже заезженной что она есть у всех и вообще это не самая наверное любимая моя форма у меня подобного никогда ничего не было но время шло я анализировала и понимала что вот мне не хватает какой-то такой знаете летней сумки которую можно будет взять так грубо говоря подмышку закинуть в нее то самые нужные для меня вещи это как правило два рабочих телефона точнее личный и рабочий на которые я часто снимаю потому что да у меня два айфона один я использую исключительно в качестве камеры потому что лично мне 12 айфон по камере нравится куда больше чем 14 влоговая камера кардхолдер паспорт наушники и например вот в эту джоди от ботеги такие нужные вещи не влазят дальше из маленького у меня есть еще вот такая вот от бренда селин и в нее тоже знаете если честно ничего особо не помещается они очень красивые но не особо практичные и мне хотелось что-то практичное тем более понимала что скоро мы пойдем в путешествие и прогулки по европе это всегда знаете должно быть удобно и безопасно чтобы ты не переживал а никто ли тебе сейчас сумку не залез собственно очень долгая предыстория у нас получилась но мне важно было вести вас в курс дела собственно на законом ремонт я заказала сумку от бренда селин и заказала я ее с аскелли я воспользовалась услугой консьержа на аскелли это когда байеры покупают новые для вас позиции и привозят вам под заказ собственно пыльничек и вот она малышечка она реально очень маленькая я когда ее получила вчера открыла подумала может быть это мини версия но потом поняла что нет в принципе сумка действительно маленькая но несмотря на это спасибо вам дорогие друзья что вы строите с самого утра работаете несмотря на то что она маленькая она правда очень вместительная то есть вот сюда в это отделение я вчера проверил у меня влазит абсолютно все что мне нужно ну и конечно один из важных факторов мне кажется у этой сумки это то что она вот такая вот удобная ее можно реально надеть под мышку и пойти по дивану в общем я ей очень довольна она тем более выполнена из канвы поэтому что бы я с ней делала видите ей не будет ничего ручка выполнена из кожи мягкая но при этом не такая как мне кажется гладкая как например в исполнении модели CELINE BOX в общем я довольна и несмотря на то что я долго проходила мимо нее сопротивлялась в итоге я сдалась и ни капли не пожалела думаю что это будет моя спутница как раз таки во время нашего отпуска потому что правда благодаря тому что здесь сочетается и коричневый и бежевый и золотой она будет очень классно сочетаться со многими позициями и при этом при всем повторюсь самое главное что здесь есть молния она закрывается и сюда много что влазит собственно вот а теперь мне нужно собираться выезжать в офис я уже говорила что мы готовимся к проекту сегодня у меня будут съемки я собственно сейчас перед вами без макияжа потому что планирую снимать сегодня урок с красивыми смоки айс поэтому чуть позже покажу вам свой результат да вот вчера у нас значит была уборка я не успела разложить футболки и все теперь все эти футболки уже в вилсоне да вилсоне друзья мои я вам обещала сегодня показать свое после но как вы видите я уже еду так скажем не на работу а с работы время 2033 вообще абсолютно ничего не успеваю не успеваю взять телефоны в руки написать посты в телеграмы озвучить шоц выложить это все и конечно переживаю потому что пропадаю так знаете с радаров и для меня как для активного человека очень важно быть всегда в нужном моменте знаете быть актуальной но пока что вся моя деятельность сосредотачивается на подготовке к проекту поэтому тут уж как говорится извините но обещаю что все обязательно наверстаю вот сейчас вышла с офиса у нас прекрасная погода светит солнце я смотрю знаете на сторис моих друзей в москве и вижу как у них там холодно они ходят в кожаных куртках и все ждут лето а у нас на урале это лето с нами уже так скажем знаете с конца мая в общем сейчас приеду домой быстро наверное приготовлю какой-нибудь легкий ужин и пойду собирать чемодан потому что завтра у меня перелет и я буду лететь еще с пересадкой в москве то есть весь день практически проведу в самолетах полечу в минск собственно как я вам и говорила давайте покажу наверное все таки макияж он конечно уже так скажем подсел времени прошло много так как сейчас полдевятого а снимала я урок сегодня примерно в час в два дня еще знаете хотела снять чтобы это был такой компактный урок с самой нужной информацией минут на сорок но в итоге исходных материалах практически на два часа вот не могу себе так скажем знаете сдержать и хочется об этом рассказать хочется об этом рассказать хочется это показать и это показать и поэтому всегда у меня уроки в проектах очень-очень насыщенные но я надеюсь что точнее надеюсь знаю что моим ученикам это нравится в общем вот немножко хотелось бы выходить к вам чаще честно но как говорится пока нет такой возможности надеюсь вы все понимаете я решила сделать вместе с вами небольшую распаковку мне тут пришла посылка от бренда умярова я вам уже как-то показывала изделия от этого российского бренда в общем платье немножко мятое пожалуйста не обращайте на это внимание но хотел вам показать какое оно красивое летнее здесь еще такая спина открытая конечно длина как говорится супер мини но летом мне кажется это уместно если любите показывать ноги а я люблю их показывать то мне кажется прекрасный вариант сейчас просто собираюсь как раз таки покрывать чемодан думаю в чем работать в Минске а работать в платьях я люблю ну и еще немножко здесь такая футболка хлопковая с отпечатком от помады далее безумно красивый оттенок такой нежной розы тоже длина мини юбка из костюмной ткани я такое люблю можно просто знаете даже с жакетами длинными которые будут длиннее чем юбка надевать будет смотреться классно и платье кстати наподобие такого у меня уже одно есть но вы знаете я люблю такой фасон у меня кстати даже свадебное платье было вот с подобными какими-то моментами и рукава как-то были похожи вот эта вот стойка здесь была так что видимо мне такое идет я надеюсь вы не забыли про рубрику распаковка с Улсоном это уже традиционно да так аккуратнее вот здесь пожалуйста без когтей без когтей да Улсон сейчас пойдем кушать пойдем сейчас ездить итак друзья показываю вам свой ужин просто на скорую руку порезала овощи добавила зелени купила приправу для салата и креветочки вареные вот и все время кстати уже 22.15 что касается приправы для салата то вот делайте скрин я нашла такую мне понравилось добавляю немного очень вкусно знаете полезной жиры ну что снова самолеты чемоданы чемоданы поехали я вчера на карту погоду надеюсь это только на один день в Екатеринбурге так дождь серость тлен еще пахнет горячим ребят сегодня мой день у меня в общем было два перелета сейчас еще будет второй я еще в Минск как вы помните и у меня были билеты эконом-классы и я сажусь серьезно и сейчас перед посадкой на Минск мне меняют билеты говорят вылетите в бизнесе я подумала вот это день вот это точно хороший флаг уважаемые такие люди это называется скорее всего овербукинг видимо продано больше билетов чем есть на борту и пассажир у кого есть золотая карта а я такой пассажир им делают вот так уху и все настроение просто поднялось вот туда куда-то куда-куда-то так ну что день мероприятия показываю вам свой сегодняшний образ как обычно традиционная рубрика в чем я такой вот жакет молочный от российского бренда Sue Tomorrow юбка от бренда у мярова который вам недавно показывала в распаковке в итоге решила взять ее туфли и только что сделала мейк в прямом эфире так соскучилась по этому формату прям безумно рада что провела его сегодня вот конечно же я уже опаздываю поэтому нет времени на разговоры бежим в золотое яблочко там меня уже ждут все я в золотом яблоке смотрите какие красивые цветочки ух сколько людей пришло все красивые в общем сейчас начнем буду вам все показывать а работа сегодня не одна так самый маленький мы сегодня клиент познакомьтесь сейчас будем доделывать губы у нас уже есть спарклы на глазах чуть-чуть румяшки сейчас красим губы лориаль 171 всем доброе утро это день после мероприятия я сегодня проснулась в 7 утра несмотря на то что мы вчера с девчонками сидели до 12 часов на ужине классно провели время болтали и сегодня решила пойти в зал потому что целый день проведу в самолете у меня два перелета с пересадкой в Москве поэтому я реально целый день проведу просто в состоянии сидя я решила немножечко взбодриться позаниматься позавтракала и у меня уже через пять минут приедет машинка поэтому сейчас быстро хочу показать что мне вчера подарили девчонки которые приходили ко мне на встречу в Минске в золотом яблоке это конечно просто непередаваемо какой-то приятный вчера был день были такие, знаете, моменты такие слова что я думала я сейчас расплачусь от просто трогательности в общем конечно же шоколадки местные белорусский шоколад говорят очень-очень вкусный я кстати как-то покупала мне понравился такой я от Спартак не пробовала милая записочка я обычно кстати все записки которые у меня есть сохраняю и потом уже когда прилетаю домой читаю их в такой, знаете, спокойной обстановке дальше вот такие вот конфеты с желешкой внутри думаю что это очень вкусно потом мне сказали что эта тушь просто невероятная и я обязательно должна попробовать поэтому буду знакомиться с ней кстати вот эту маску от белор дизайн я знаю мне она тоже очень нравится мне говорили что это аналог, знаете, бальзамом ламер поэтому хочу сказать что правда это очень работающий продукт и он красиво смотрится на губах тут какое-то красивое пирожное отрывной календарь у меня никогда кстати такого не было всегда хотела это очень здорово, очень приятно потом мне подарили вот такой вот продукт для губ от бренда байтери в оттенке кстати который я правда очень люблю девушка мне сказала Лен, ты любишь такие ягодные сливовые цвета он говорит, да я такое очень люблю поэтому буду пробовать и потом поделюсь с вами впечатлением оттенок номер 3 можно думаю использовать его как румяна и кстати я еще вчера не ушла без покупок купила вот такую пудру рассыпчатую от ламер очень хороший продукт вот что тон от ламер потрясающий что это пудра я вчера и целый день работала видела как она красиво смотрится на всех девушках с разным типом кожи с разным состоянием а потом в конце дня я нанесла это на себя и поняла что ну все я не могу уйти без этого поэтому конечно же сразу же побежала и приобрела ее она очень тяжелая вот единственный минус я не знаю сколько она весит мне кажется килограмм потому что там стеклянная упаковка я вам потом ее как-нибудь во взорах уже покажу поэтому это исключительно история для вашего туалетного столика но все равно достойно достойно вот ну а сейчас уже все мне пора бежать у меня уже такси и пока пока Минск в процессе этого влога вы видели моменты подготовки к моему новому проекту это были и съемки и какие-то брейнштормы и хочу сказать что действительно я долго думала и гоняла мысли по поводу того что мне хотелось бы сделать что-то новое что-то особенное что-то невероятно полезное то что поможет не побоюсь этого слова улучшить жизнь многих потому что те инструменты которые мы собрали в этот раз это то что действительно я испытала на себе как сильно это повлияло на мою жизнь я посмотрела на себя по-новому я стала ощущать себя по-новому потому что я так скажем не то чтобы изменила сознание но я действительно изменила образ своей жизни это не только связано с питанием или с моей фигурой это связано в принципе с подходом ко многим моментам и вот это вот вот это настроение мне очень хотелось передать как раз таки в новом проекте в этот раз как мне кажется мы реально собрали все самые нужные инструменты которые помогут вам действительно начать ощущать жизнь абсолютно по-другому и я действительно не побоюсь этих слов потому что в этот раз мы подготовили три блока и за 14 дней мы с вами погрузимся в невероятно вдохновляющий и очень интересный и полезный мир в этот раз я в первую очередь хотела добавить блок который многие как мне кажется от меня ждали поговорить про баланс поговорить про то почему новые полезные привычки классно влияют на нашу жизнь и почему стоит не просто их попробовать а стоит вести их на постоянной основе и как это все дело полюбить и как вы знаете жить в новом для себя режиме с ощущением любви с ощущением принятия и с ощущением кайфа поэтому первый блок у нас называется про баланс и туда я пригласила очень крутого специалиста в сфере нутрициологии профессионального тренера это Анжела Игнатова я показывала в своих других социальных сетях обязательно переходите и смотрите мы с ней записали две очень классные лекции первая это про здоровый образ жизни про сбалансированное питание про различные мифы в питании поговорим ответим на многие вопросы лекция получилась мега интересная мы пока ее записывали просто голова кипела и я думаю что девчонки которые будут это смотреть действительно найдут для себя сто процентов много новой информации также мы подготовили очень крутую тренировку вы знаете какой стиль я люблю это функциональные круговые тренировки которые можно выполнять хоть дома хоть в отеле хоть в отпуске и для этого не обязательно иметь какое-то оборудование это можно делать с подручными средствами но это то что можно делать каждый день и подобная физическая активность очень полезна и она также благоприятно влияет на ваше отражение в зеркале что тоже не может не радовать поэтому мы опять-таки с ней записали тренировку и так как она профессиональный тренер она озвучила каждое движение каждый момент в технике чтобы вы взяли опять-таки по максимуму следующий блок в этом проекте это будет блок про скин я уже приглашала своего личного врача дерматокосметолога Наталью Третьякову в свои предыдущие проекты и в этот раз мы опять-таки разберем подробнейшим образом почему базовый уход так важен из чего он состоит какому типу кожи что нужно использовать мы с ней проведем два прямых эфира где разберем все эти важные моменты а также поговорим про летние активные компоненты которые сейчас как раз таки будут актуальны в вашем уходе для эффекта glow skin ну и конечно же я не могла не оставить вас без подробнейших подборок где можно найти весь базовый уход а также самые классные активные компоненты в трех представляете в трех ценовых сегментах это mass market middle и конечно же люкс и проф мы это все оформили в очень красивый гайд с подробнейшей информацией этот гайд тоже это отдельная история я безумно им горжусь это просто настольная циклопедия которую мы сделали на абсолютно другом уровне с классной подачей и я уверена что каждая кто откроет его поймет что это то без чего теперь она просто не представляет свою так скажем ежедневную рутину потому что к этому гайду можно будет всегда обращаться и находить какие-то классные интересные во первых продукты а также находить ответы на свои вопросы касательно ухода ну и конечно же я не могла оставить вас без одного из самых действенных инструментов которые в секунду меняют наше настроение нашу подачу это макияж в этом проекте вас будет ждать три разных образа конечно же актуальный свежий нюд образ трендовые смоки с очень классными сияющими текстурами и конечно я не могла не добавить тему red carpet make up поговорим про секреты голливудских визажистов и про их техники я покажу образ который идеально подойдет для красной ковровой дорожки который вы сможете выполнить сами но вы гулять его не обязательно только на красную дорожку с ней можно выйти на вечеринку с подружками на свидание с вашей второй половинкой ну в общем поводов как вы понимаете конечно же может быть много поэтому если подытожить то я вложила в этот проект огромное количество сил всю половину лета и наверное месяц май мы очень плодотворно работали с командой я безумно рада что у меня получилось собрать такую эффективную и классную команду которая разделяет мои взгляды и как мне кажется у нас получился действительно очень интересный и как мне кажется у нас получился очень достойный продукт который включает в себя не только полезные инструменты для улучшения как я уже сказала качества вашей жизни но и он объединяет комьюнити единомышленников и я знаю что мотивация на первых этапах иногда очень важна и как раз таки мы с вами в течение 14 дней в кругу таких же единомышленников будем друг друга поддерживать мотивировать на какие-то новые маленькие шаги на пути к большой цели поэтому я в предвкушении старт кстати 24 июля а доступ к проекту мы сохраняем до 1 октября поэтому начать обучение вы можете в любое удобное для вас время все материалы будут сохранены в нашей группе в телеграм-канале именно там будет проходить наш бьюти интенсив кстати когда я рассказывала о программе в инстаграме мне очень многие люди написали что Лену я знакомилась с программой на вашем сайте и честно мне кажется этот проект должен стоить намного дороже но вы знаете мне безумно хотелось чтобы как можно больше девушек воспользовались этой информацией чтобы как можно больше девушек применили в свою жизнь и увидели этот эффект поэтому если вы еще к нам не присоединились то обязательно переходите по ссылке в описании под этим видео на наш сайт там вы найдете подробнейшую программу всю информацию ну и конечно же там вы сможете присоединиться в наш такой знаете закрытый бьюти клуб в общем я вас всех очень жду и увидимся в проекте в общем так это это все но что и вот и и Продолжение следует...